О последних событиях в столичном регионе глазами журналистов телеганала 360 градусов Подмосковья. В студии Марина Лаптева. Здравствуйте. Итак, платные парковки в скором времени могут прийти в Подмосковье. Такую возможность сейчас рассматривают в Министерстве транспорта Московской области. С помощью таких мер предполагается решить ряд дорожных проблем в местах наибольшего скопления автомобилей. Где и когда за парковку начнут брать деньги, узнал Александр Страумов. Люберцы станут частью пилотного проекта по организации парковочного пространства в Подмосковье. В администрации решают вопрос, где будет оптимальным размещение платных стоянок. В этом районе их должно появиться около 200. Как будет выглядеть подмосковная платная парковка и какие будут способы оплаты, пока не уточняется. Известно одно. Прежде чем начать взимать плату, главы муниципалитетов спросят самих жителей, насколько им это нужно. Если жители против, мы против воли жителей никогда не пойдем. Но есть вопросы, где надо жителей убеждать. Вот сможем убедить, мы будем делать. Не сможем убедить, мы делать не будем. По такому принципу в Люберцах несколько лет назад появились первые перехватывающие парковки в Московской области. Эксперимент позволил разгрузить подъезд к железнодорожной станции. Одна из первых платных перехватывающих парковок в Подмосковье появилась в Люберцах в 2013 году возле железнодорожной станции «Панкета». Стоянка более чем на 100 машин и мест. Она сильно отличается от того, что мы привыкли видеть, например, в Москве, где просто разметка и висит знак «Платная парковка». Здесь есть забор, видеонаблюдение, будка охраны. Ну и, конечно, выгодно отличается цена. Всего 50 рублей за 16 часов стоянки. Цена, которую в случае реализации проекта платных парковок установят за час стоянки, пока неизвестна. Но в Минтрансе подчеркивают, учтут весь опыт других субъектов. Местные жители не должны испытать никакого дискомфорта. Нам обязательно будет учтен тот факт, что житель должен иметь возможность ставить машину у своего подъезда. Планируется, что нововведение коснется городов с населением более 100 тысяч человек. В этот список попадают Балашиха, Химки, Подольск, Королев, Люберц, Электросталь, Коломна и еще более десятка населенных пунктов. Платные парковки могут появиться в местах наибольшего притяжения автомобилей, таких как крупные деловые торговые развлекательные центры, зоны отдыха и места, куда традиционно приезжает большое количество туристов. Сейчас проект находится на стадии обсуждения. Лишь после того, как жители районов, которые попадают в зону потенциально платной парковки, согласятся пойти на такой шаг, его рассмотрят на законодательном уровне. При благоприятном исходе первые платные парковки в Московской области могут появиться в 2017 году. Более полутора миллиарда рублей направят в этом году на восстановление военных городков в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Деньги пойдут на восстановление социальной инфраструктуры, на строительство новых детских садов и больниц, а также на ремонт объектов ЖКХ. Незаселенные территории будут использовать для реализации инвестиционных проектов. В Балашихе огромная территория нефтебазы рассматривается нами для создания рабочих мест. Это самый большой муниципалитет Подмосковья, и мы хотим создать на порядка 40 тысяч рабочих мест. Часть будет жилья, но избыточное количество будет рабочих мест, потому что в Балашихе, к сожалению, эта проблема существует. Молодой человек заблудился в Дубнинском лесу. Судя по найденной записке, у него сломано нога. Бурелом и сугробы ему не преодолеть, а погода грозит переохлаждением. Задача волонтеров и спасателей – срочно найти потерявшегося. Прочесывать лес отправились сотни добровольцев. За поисками следила Наталья Агеева. Человек в лесу со сломанной ногой, соответственно, нужно оперативно, он уже там сутки, у него переохлаждение. Нужно оперативно его найти. Зимой в поисках так называемых потеряшек особенно дорога каждая минута. Даже при небольшом минусе легко получить переохлаждение. Отряд добровольцев проходит последний инструктаж. В лесу надо срочно найти Олега Кучера. Молодой человек заблудился. К тому же получил серьезную травму. Сломал ногу. Лес, овраг, болото, пустые. Цепочка будет разбредаться. Здесь главное не потеряться самим, говорит инструктор. Особенно тем, кто впервые участвует в такой спасательной операции. Отрабатывают план действий в лесных поисках новички отряда волонтеров пока только по легенде. А потому на лицах улыбки, да и нервничать особо не приходится. Но даже действуя спокойно, начинающие поисковики допускают ошибки. Ботинки промокли, ноги промокли. И варежки. Забыл одеть. Руки замерзли очень, потому что зима. Присоединиться к поисковому отряду добровольцев Александр решил не случайно. Летом вместе с друзьями они искали пропавшую однокурсницу. Девушку нашли, а ребята решили стать волонтерами. Для таких начинающих спасателей и проводят эти учения. Каждый новичок в результате должен превратиться в самостоятельную боевую единицу. Когда произойдет действительно какой-то форс-мажор, чтобы мы могли 50, 60, 70 человек выйти и одновременно выполнить одну общую задачу и найти человека. Учебный поиск максимально приблизили к реальному. Лес разбит на квадраты. Каждая из них прочесывает определенная группа. Движение строго цепочка и обязательная перекличка. На помощь волонтерам и квадрокоптеры. Видео с камеры и вся информация от добровольцев тут же поступает в организованный на месте штаб. Найдена записка номер пять. В качестве подсказок начинающим спасателям записки в результате заблудившегося находят. Но за время учебной операции мнимый потеряшка успел замерзнуть по-настоящему. Минут 15 лежал в сугробе. Устал, замерз. Найти полдела. Дальше предстоит эвакуация пострадавшего. Нести человека со сломанной ногой по лесному ворелому непросто. Для новобранцев это проверка на физическую подготовку. Тихо, тихо, добиваем, попусти. Такие учения для новичков станут традиционными. Поисковый отряд добровольцев в Дубне работает уже третий год. За это время волонтеры приняли участие в 60 операциях. В большинстве случаев потеряшек удавалось найти. Наталья Агеева, Ольга Панина, Александр Макурочкин. Новости 360. Меркель давно пора замуж. Невеста завидная, но, надо сказать, и запросы у дамы высокие, потому глаз она положила на молодца Тимура. Это не какой-нибудь одинарный козел, а тот самый знаменитый укоротитель тигра. О том, как трудно сделать выбор, когда ты молод и знаменитый, ждателем Меркель-сватов выясняла Ирина Журавлева. Веселая, высокоудойная, бодливая, но пока все еще одинокая. Меркель-невеста завидная. Участок в три гектара на Новой Риге, мини-коттедж, свежее сено и заботливый хозяин. У нее есть шикарный ошейник Луи Виттон. У нее есть браслетик на рога Шанель. Она очень любит шелковые ленты. Вот они у нас есть. Сейчас мы будем готовить. У нас все-таки сегодня смотри на невесту, сватовство. С минуты на минуту приедут сваты из Приморского сафари-парка, где живет знаменитый козел Тимур. Вдоволь набодавшись с тигром Амуром, он захотел спокойной семейной жизни. Но найти невесту для такого строптивого жениха оказалось непросто. Я думаю, что мы покорим его сердце. Кольчугу мне одевать не надо? Кольчугу не нужно, но она... У меня крепко. Я одел крепко. Под низом бронежилет, потому что я читал, что она разбила сыроварню, она хотела. Сыроварню Меркель, к счастью, так и не разбила. А вот сердце козла Тимура надеется. Ради любви готова на все. Материальное положение и жилищный вопрос не имеют значения. Все расходы берет на себя. Гость со стороны жениха, как и положено, приходит знакомиться с угощениями. Хлеб, соль с Дальнего Востока. Давай, давай, давай. О, нормально. Невеста приглашает в дом. К коттедж у Меркель что надо. С настоящей черепицей, подогревом, а внутри висит портрет Тимура. Характер под стать будущему мужу. Своенравный. Сначала коза спокойная и ласковая, мирно позирует, а уже через минуту бежит со всей силы. Аккуратно, аккуратно, коза, коза, коза. Никто не пострадал, а невеста пободалась, да успокоилась. Значит, вот Меркель, говорю, понравилась, симпатичная, значит, Меркель, достойная невеста для достойного жениха. Ну, моя позиция, чтобы невеста ехала к жениху, так, в русских традициях, значит. А хозяин Меркель не согласен, пусть уж лучше Тимур переезжает. У него, его портрет висит в козлятнике, она на него смотрит, на своего любимого друга, очень страдает. Тимур пока еще сам не определился с симпатиями. С днем 8 марта все претендентки соберутся в Приморском парке и будут завоевывать сердце своенравного козла. Ирина Журавлева, Станислав Копаев и Олег Городничий. Новости 360. И на этом наш выпуск завершен. Смотрите новости 360, будьте в курсе событий. Я Марина Лаптева, желаю вам хороших выходных и отличного настроения. До встречи.